К началу, собственно говоря, в своей части. И сейчас попробую мне найти, чтобы она у нас появилась. Да, собственно говоря, вот сейчас она у меня появляется. Вот, дорогие друзья, невероятно приятно, но уже шесть дней мы с вами, шесть дней в самодисциплине. Причем самодисциплина – навык, который может развить и улучшить каждый. Никто с ним не рождается. Осознанность по поводу вашего подсознательного сопротивления и которое вы чувствуете, а затем ваше сознательное преодоление этого сопротивления. Вот, собственно говоря, что самое главное – это процесс консолидации ваших подсознательных и сознательных психологических моментов и элементов, которые составляют всю нашу самодисциплину. Итак, давайте начинаем сегодня шестой день. Все-таки что происходит? Нас осталось 32. Это не много и не мало. Это прекрасно. На мой взгляд, это замечательная команда, которая, я уверен, что сегодня слушает наш каст, наш вебинар. Поэтому мы движемся вперед. Итак, что же мы с вами делали? Вместо того, чтобы говорить вам, что думать и как поступать, я рассказывал и учил вас тому, как можно было это сделать. А потом вы самостоятельно принимали свое решение о своих дальнейших поступках. Я рассказывал вам об инструментах, которые работают, а те, кто захотят дальше думать, узнают самые главные инструменты еще в дальнейшем. Вы прислушали об этих инструментах и принимали решение. Ведь на самом деле только вы принимаете решение, что встраивать в вашу жизнь, а что нет. Ведь умение делать то, что наметил, вне зависимости от своих эмоций. Это именно та наша личная дисциплина. Повторю, на самом деле сейчас свои базовые понятия, на которых строился весь с нами, весь наш тренинг. Мы абсолютно разные. И при одном слове у всех восприятие в голове абсолютно разное. Мозг наш развивается через обучение и общение. Что мы с вами делали все шесть дней. И сегодня работа в командах была ярким показателем того, как это у нас работает. Мышление человека формирует его поведение, потому что человек – это айсберг. Самое главное, а я ждал от вас, и я уверен, что вы отчасти это дали, это честность с самим собой. Честность с вами, честность, которая позволяет вам быть абсолютно уверенным в плане того, что происходит с вами, с вашими задачами, с вашими целями. Это и как раз вы и ваша цель. Все строится об этом. На каком фундаменте мы строили? Мы оценивали ситуацию сейчас и что было до. Мы думали о будущем. мы формируем план изменений и будем поддерживать эти изменения. Помните, я просил вас в самый первый день спросить себя, потому что вас могли ожидать эмоциональные потрясения или какие-то разочарования, все что угодно. Ответьте сейчас в комментарии к нашему посту, на котором ссылка на трансляцию. Действительно ли вы приняли решение правильно тогда, шесть дней назад? Точно так же я спрашивал вас, а зачем вам все это нужно? Действительно ли то, что вы закладывали, вы получили? Напишите тоже в комментариях. Откровенно давайте поделимся сегодня нашими мыслями, а потом я попрошу еще сделать видеоотчет для нашей группы, который будет сегодня вечером. Вы помните, что я задал вопрос, вам кажется, а как же вы можете стать самодисциплинированным? И мы с вами реально в течение всех этих шести дней получали инструменты. Вы уверены, что совпали ваши представления о том, как это будет и что реально, какая нагрузка с вами предстоит? Причем я вам гарантирую, что я знаю многие другие тренинги по самодисциплине, а наша, она более интеллектуальная нагрузка. И то нагрузка была высокая. Вы сейчас увидите, что мы с вами смогли сделать за эти шесть дней. Итак, а теперь ответьте мне, пожалуйста, в комментариях, а почему именно вы дошли до финиша? Что помогло вам дойти до финиша? А мы продолжаем. Что нас ждет завтра? Завтра все мы с вами встречаемся для того, чтобы отработать еще один главный навык. Навык самопрезентации. Потому что мы увидим друг друга лично. Кто не увидит, кто находится в других расстояниях, мы с вами будем связываться по скайпу. Итак, самопрезентация. Что же это такое? Какой будет формат презентации? Формат презентации очень простой. У вас, как всегда, будет пять минут. Регламент мы не выдерживаем. Ну что делать? Я хочу, чтобы вы рассказали мне свою историю жизни в тренинге самодисциплины. Почему вы сюда пришли? Как вы прожили эти шесть лет? Что? Шесть дней. Шесть дней. Шесть лет. Ничего себе. Шесть дней. Как вы прожили? Вернее, уже семь. Завтра будет семь дней. Как вы прожили эти семь дней? Что с вами происходило? Вы расскажите мне о своих идеях, которые взошли в этот блокнот, которые стали, может быть, источником вдохновения. Расскажите о трудностях и своих результатах, которые вы для себя добились и которые вы поставили. Ну и, конечно, меня больше всего интересуют ваши выводы. Те выводы, к которым вы пришли. Вот что нас ждет завтра на встрече в бизнес-завтраке. Отдельно еще в конце поговорим. Пару слов попереписываемся. Сегодня, я думаю, долго будем переписываться. Тема сегодняшнего дня. Я хочу, чтобы в вашей голове все уложилось по полочкам. Именно поэтому я подготовил сегодня презентацию. Сегодня не будет никакого нового материала, но сегодня будет структурирование всего того, что с вами произошло за прошлые дни. Итак, давайте вспомним, над какими разделами мы с вами работали. Мы работали с вами над здоровьем, управлением жизнью, управлением временем, отчетностью. Мы делали домашние задания. И начинали мы с вами все со здоровья. И помните, мы добавили первый самый элемент – питание. Вот он и стал первым кирпичиком, который мы положили в наш с вами фундамент, фундамент нашего здоровья. Следующим элементом был сон. Мы также докладываем его кирпичикам. Физические нагрузки, конечно. Мы добавляем воду, снова добавляем. Мы добавляем режим дня. Вот как у нас увеличивается. Вот мы добавляем несколько минут для себя. Видите, растет количество кирпичей, стена возрастает. Мы добавили прогулки, воздух. И в результате я вам сказал, что, друзья, во всем нам нужна мера. Мера для того, чтобы чувствовать себя, чувствовать то, что вы не переламываете себя, чувствовать то, что вам это действительно нужно, чувствовать удовольствие от того, что вы делаете. И мы получаем цикл, который складывается в управление здоровьем, состоящий из питания, сна, спорта, воды, распорядка, время для себя свежего воздуха. Незаметно для себя мы сформировали каркас. И если вам удастся его поддерживать, то будет просто замечательно. Движемся дальше. Следующим элементом у нас было управление своей жизнью. А с чего начиналось управление своей жизнью? Я вам сказал, что жизнь на самом деле это большой длинный марафон. И вам нужно знать, что спринтерские забеги здесь не прокатывают. Надо серьезно готовиться. А когда мы думаем о том, что это на длинную дистанцию, то и разочарование, и победы. Мы можем радоваться и переживать, понимая, что впереди еще много всего интересного. Да, надо радоваться, но переживать победами, поражениями не стоит, ведь они на длинной дистанции. Самый мой любимый слайд – это, конечно же, вы. Ведь все, что было сделано в нашем сегодняшнем тренинге, все было вокруг вас. И я вам сказал, что мы реально спим. Спим из-за того, что мы забываем о том, что мы здесь существуем. И вы задали себе вопрос, и я вместе с вами, а как нам проснуться? И вот, что мы начали делать. Мы начали контролировать входящую информацию от музыки, от интернета, от телевизора и от всего остального. Следующим аспектом, который мы начали серьезно прорабатывать – это управление вашим пространством. Это не только ваша комната и кабинет. Все, что вас окружает – это и есть ваше пространство. Создайте его для себя правильным. Потом мы включили саморазвитие. Без этого никак мы могли развиваться. Вернее, без этого мы никак не можем управлять своей жизнью. Нам необходимо соразвитие. Для этого, чтобы понимать, а куда, как мы оказались здесь, мы с вами начали управлять прошлое, выполнив упражнение «Моя жизнь». Мы с вами проанализировали себя, чтобы понять настоящее. Мы с вами посмотрели и заглянули в будущее, чтобы спрогнозировать и сформировать это будущее. Мы с вами стали ставить цели, потому что нам очень важен навык цели и полагания. Нам нужно создать вашу персональную стратегию. И вот она еще одним кирпичом ложится в фундамент управления нашей жизнью. Мы задумались об экстерьере, и завтра, я уверен, что вы будете выглядеть прекрасно так, как вам этого хочется. Поэтому мы положили экстерьер, и мы снова видим цикл управления своей жизнью. Начиная от контроля информации, управления своим пространством, постоянным, непрерывным саморазвитием, управлением прошлым и анализом этого прошлого. Освобождение от привязок, анализ настоящего, выявление сильных сторон, выявление зон развития, выбора стратегии, в которую вы ведете. Либо вы развиваете только сильный, либо и сильный, и слабый. Мы формируем свое будущее. Будущее, как сегодня сказала одна наша участница в видеоотчете, В общем, будущее реальное, так реальность как раз и проверяется целеполаганием создания своей стратегии и управления имиджем. Итак, движемся дальше. А что же было дальше? Мой любимый раздел «Только для вас», где находится самая сокровенная, самая важная для вас информация, управление которой позволит вам действительно двигаться вперед. Здесь я ставлю на первую роль поиск наставника. Это важнейший человек в вашей жизни, который поможет вам сформировать себя. Именно от него вы сможете формулировать все свои задачи. Именно с ним вы сможете проговаривать все свои трудности. Итак, первый аспект – это поиск наставника. Вот важнейший элемент. Что идет дальше? Мы проговорили про ценности, и мы положим фундамент нашего жизненного управления собой, жить по ценностям. Целостность – рисунок мандалы. Она не привязана к никакой религии. Просто мне захотелось показать им этот рисунок как составляющая целостного мира. Поэтому вы будете целостная личность. Конечно же, нам очень важно управляться эмоциями. Без этого мы никак не можем управлять гневом. Мы должны разбираться и управлять своими эмоциями, направляя энергию в положение, в энергию, в положительное русло для того, чтобы улыбкой мы могли управлять своим настроением. Мы обязаны определять парадигму нашего поведения для того, чтобы управлять им. И именно тоже мы добавляем управление парадигмами нашего поведения. Вы помните этот замечательный слайд, где наша энергия. В здоровье мы получали энергию, а здесь мы с вами энергию расходуем. На что мы ее расходуем? Как нам правильно сформулировать наши цели? Сопряжение со стратегией, расход энергии и даст нам следующий кирпич – это управление нашей энергией. Одобрение или парадигмы восприятия. Мы добавляем еще один кирпич – управление нашим восприятием как важнейший элемент для того, чтобы быть целостной личностью. Ну и, конечно, быть с открытыми глазами, смотреть по сторонам для того, чтобы мир перед нами, быть открытым этому миру. Следовать правилам. Если вы выбрали для себя какие-то важные правила, не важно, какие они, надо им следовать все время. Именно тогда целостность замкнется в новый цикл, цикл управления собой, начинающийся с поиском наставника, с основой жизни по ценностям, создании себя как целостной личности, управления своими эмоциями, управления настроением, управления парадигмами своего поведения, управления энергией, управления восприятием, открытость миру и жить по правилам. Обратите внимание, что я все время пишу слово управление, давая вам понять, что это непосредственно да зависит от вас. Итак, следующий элемент – управление временем. Без этого никак. И мы с вами первое, что сделали, это положили расписание себе в стандартный набор ежедневной отчетности. Хронометраж – вот он первый фундамент нашего управления. Дальше мы добавили пунктуальность. Вот он второй элемент. Третий – я говорю, ловите момент, живите счастьем, живите в моменте сейчас. Вот здесь мы и оказались. Нам нужно отдыхать для того, чтобы иметь возможность управлять своей энергией. Добавляем отдых. Нам нужно управлять настроением для того, чтобы подходить к решению задач. Именно управление состояниями позволяет нам с вами добавляться и разбираться со всеми задачами. Помните план, а не выполненные дела. Наши замечательные лягушки, наши огромные слоны. Именно они позволяют нам достигать высокой производительностью. Управление производительностью. Но тут же мы говорим о лене. Мы даем себе возможность остановиться, задуматься на секунду и посмотреть, что будет с нами происходить. Именно лень, а потом и приоритеты. Посмотрим, что дается нам приоритетами. Смотрите, вот еще один фундамент. Вот замыкаем цикл управления временем. Хронометраж, пунктуальность, жить в моменте, отдых, управление состоянием. Лень включаем туда. Производительность и управление приоритетами. Для того, чтобы нам можно было померить, а как мы с вами движемся. Мы создали отчетность. И, кстати, вот эта отличная табличка, которую я жду от каждого из вас, кто прошел весь тренинг. Я хочу, чтобы, может быть, вы завтра даже принесли ее с собой на нашу встречу. Или прислали мне в личном сообщении. Для меня это очень важный момент. Что было здорово? Что вы успели сделать? И что можно было бы сделать лучше? Наш переход на видеоформат открыл в вас абсолютно новые возможности, которые позволили вам по-другому перейти, пересмотреть, перейти на новую ступеньку своего развития. Распорядок дня, которым вы фиксировали все свои дела. Дневной отчет, которым позволяли себе проанализировать, что у вас успелось, что не успелось. Это важнейший инструмент. И я уверен, что даже если не писали вы мне, то вы каждый вечер оценивали, какое было главное дело, какая была главная эмоция, какая была встреча дня. А самое главное, отвечали еще и на вопрос, а почему? Я помню про ваш блокнот, который был в самом начале пустой, но я уверен, что он заполняется идеями, вдохновляющими идеями, которые нужны вам для самого развития. Ну и, конечно, самое главное, надо делать то, что вы решили. Знаете, часто меня спрашивают, а когда нужно начинать менять себя? С чего начать? Этот вопрос чаще всего мне задают. Кто-то говорит, надо подождать благоприятный момент. Кто-то говорит, а вот может быть, давайте подождем, пока звезды сойдутся. Ну, в принципе, если вы готовы это делать, то, наверное, можно так и оставаться. На самом деле, но если вы будете ждать этих подходящих моментов или будете ждать, пока сойдутся звезды, к сожалению, вы останетесь в том самом положении, в котором находились до нашего тренинга. А я знаю, что все те, кто сейчас со мной, вы прошли вверх по лестнице успеха, потому что вы двигали своими ногами. И, как всегда, я жду щелчок, который пришел к вам в голову от того, что мы сейчас все структурировали, все подогнали, привели все к единому знаменателю, потому что сегодня был шестой день самодисциплины за семь дней. А это финал, друзья мои, фактически финал моих занятий. Завтрашний день будет на зачистку хвостов, на то, чтобы доделать все домашние задания, для того, чтобы зайти в понедельник с тем знанием и навыками того, что вы смогли за эту неделю. А теперь личные вопросы. Честно, ответьте себе, а если хотите, напишите в комментариях к нашему сегодняшнему чату. Сделали ли вы все задания? Да-да, именно все сделали в течение всех наших дней. Давайте посмотрим. Я вам дам несколько рекомендаций, что же делать тогда, когда начнется понедельник. Возможно, в понедельник вы почувствуете некий спад. Да, вы спуститесь. Спуститесь вот этого верхнего уровня, на который мы сегодня добрались, а завтра утром там окажемся лично. Но это все равно намного выше того, чем было ровно неделю назад. В следующий раз, когда вы вновь начнете себя прокачивать, пройдет то же самое. Вы взлетите, а потом чуть-чуть спустите. И так будет происходить постоянно. Взлетели, чуть-чуть опустились, но это всегда уже другой уровень. Ваш уровень гораздо выше всех тех, кто начинал с нами тренинг, их было 58 человек, но не дошел. Потому что вы сейчас на самой первой своей вершине. Но вам будет тяжело удержаться немного там, потому что мы, естественно, не можем удержаться там, куда вас затащил я. И только тогда, когда вы придете сами туда, вы сможете там оставаться достаточно долго. Что же произойдет после нашего тренинга в понедельник? Мы с вами разогнались. Сейчас вы находитесь на самом высоком подъеме. Этот момент надо использовать. Поэтому я вам предлагаю сказать да. Перешагивайте через страх. Соглашайтесь на новое. Потому что за страхом скрывается неизвестная земля. То, с чем вы еще никогда не сталкивались. То, с чем вы не встречались. Именно это и есть зона развития. Зона выхода из той ситуации, в которой вы остались. Что нужно делать всегда? Доводить все до конца. Так как незаконченные дела, они бьют по нашей энергии. Они тащат нас вниз. Они снижают нашу самооценку и уверенность. Напоминают нам о поражении или слабости. Пожалуйста, не бросайте дело на полпути. Доведите его до конца. Ведь каждое начинание должно завершаться. Тем или иным образом. Бросать начатое дело на полпути – это верный путь к личностному банкротству. Что же нас ждет? Практика, практика, практика. Или тренировки, тренировки и тренировки. Ведь развитие самодисциплины, по сути, подобно спорту. Это всего лишь навык, который формируется постоянным повторением. Самодисциплина – это как тренер, который дает инструкцию. А вы, ваше внутреннее состояние, как индивидуальные актеры. А мозг ваш или вы, как личный дирижер, который гарантирует, что все музыканты, а это значит управление временем, здоровье, прайваси, управление жизнью, ваша отчетность, сыграет одну мелодию. Ну и хочется мне сказать, друзья, вам до свидания. До свидания всем тем, кто был с нами и не сможет завтра прийти. До свидания всем тем, кто со мной провел эти вечера, потому что мне было важно быть вместе с вами. Потому что моя ответственность – достучаться до сердца каждого из вас, чтобы в жизни каждого из вас начались изменения. Я немного расскажу вам о том, почему все-таки вам нужен наставник, что стало моей профессией за последнее время. Чтобы не утратить видение ситуации, чтобы избежать ухода в себя, чтобы принимать эффектные решения. И, конечно, мне бы хотелось вам сказать, а как вы можете обратиться ко мне и как вы можете использовать меня как своего наста? У меня сейчас есть четыре программы, четыре пакета программ, в которые я работаю индивидуально. Мы можем определиться и выбрать, например, какой-то пакет и поработать в группе. Это тоже возможно. Об этом мы можем поговорить завтра. Поэтому что же из себя представляют индивидуальные программы или пакеты? Итак, пакет базовый. Цель – это вы. Направление, в котором мы будем с вами работать – это персональное ваше позиционирование. Это осознание себя. Оно включает четыре индивидуальных онлайн занятия примерно по часу. И на это нам уходит месяц. Зачастую мы можем чуть больше идти от вашей скорости. Занятия проходят через Skype. Но если вам особенно важны личные встречи, мы можем встретиться. Для этого существуют определенные договоренности о том, как изменяется цена, если мы встречаемся лично. Что будем делать? Основа пакета – это ваше персональное позиционирование, где мы создадим полностью реальное представление о вас, сформулируем вашу стратегическую цель и сформируем ваше персональное позиционирование. Пакет активный. Он включает в себя, безусловно, уже базовый пакет. И будет длиться два месяца, включая восемь индивидуальных онлайн или личных занятий. И его ориентация уже на бизнес и на профессию. Основа пакета – это успех в карьере или в бизнесе. Мы определим вектор вашего движения, сформируем ваш персональный бренд. И на основе вашего позиционирования создадим профессиональный или бизнес-план. Следующий пакет трехмесячный – 90 дней. Это 90 дней быстрых результатов или быстрых побед, которые автоматически включают в себя предыдущий пакет базовый и активный. Цель – быстрые результаты. 12 индивидуальных онлайн занятий, которые продлится три месяца. Нет смысла расписывать цель, результат. Есть еще один пакет, он полугодовой. Он безлимитный с точки зрения контакта со мной. Но он для тех, кто решил достичь поставленных целей, управлять карьерой, бизнесом, профессиональной жизнью, обрести смысл, предназначение, включает все предыдущие пакеты, соответственно, мы решаем важнейшие задачи вашей работы, включает все программы без ограничений. Вот какие пакеты и программы, по которым я готов с вами работать. Я по ним сейчас работаю, у меня достаточно много клиентов, но я готов рассмотреть в том числе и когда освободится какое-то место для того, чтобы работать непосредственно с вами. У меня всегда существует гарантия стопроцентного возврата средств, если вдруг первое занятие вам показалось неэффективным или вы действительно почувствовали, что это не ваше. Но что же будет, когда вы достигнете цели? Вы думаете, когда вы достигнете цели, вы успокоитесь? Нет. Когда вы достигнете цели, то вы поймете, что это был лишь только старт вашего пути. Но чтобы вы окончательно не успокоились, вы знаете, я люблю давать эти задания, давайте сделаем так. Прямо сейчас снимайте видео и давайте нам всем, участникам, обещание о том, что вы сделаете конкретно в самое ближайшее время. Как вы проведете эту следующую неделю или февраль? Что произойдет в феврале 2018? Я жду от вас от всех видео со своим результатом февраля, что будет в феврале 2018 в комментариях к нашему общему посту. Не к своим постам, а к общему посту за сегодняшний день, где сегодня ссылка на нашу трансляцию. А завтра мы с вами всеми встречаемся на бизнес-завтраке, на Старлайте, на Пушкинской. Адрес я вам положил его в непосредственном мероприятии. Начало в 9.00, ровно в 9.00. Я буду сидеть за столиком и ждать всех, кто придет. Друзья мои, огромное вам спасибо за то, что вы прожили эти дни со мной, а я с вами. Это мои контакты, и я буду рад вас увидеть, рад вас услышать. Завтра встретимся. Пока.